всем доброго времени суток прежде всего не обращаюсь к администрации модератором сайта youtube.com если вам будут приходить жалобы на это видео что она нарушает законные права и законные интересы других лиц то не верьте этому это не так это видео как раз и раскрывает незаконные права и незаконные интересы тех лиц которые нарушают законные права и законные интересы более чем 200 тысяч авторов которые издают свои произведения только в издательстве ряда если посмотреть на эту проблему шире по других издательствах то же самое даже правоохранительные органы упомянутые здесь в этом видео защищают незаконные права авторов а незаконные действия преступных элементов которые нарушают эти законные права вместо того чтобы изобличать преступников в их незаконных деяниях эти правоохранительные органы дают возможность преступникам исправить устранить и спрятать следы своих преступлений когда все исправлено все спрятано они принимают решение что работе тех организаций где работают эти преступники следов преступлений не обнаружено и почему я говорю так уверенно что это преступники потому что вы все увидите из данных материалов особенно там в третьей части как говорится в конце этого видео разве так должны поступать по долгу службы эти правоохранительные органы разве так ребят им все делать их их же руководящие законы и приказы разве этому их обязывает та присяга которую они принимали давали в начале своей служебной деятельности так что законных прав и законных интересов личных интересов это видео не нарушает и это не относится к тому чтобы данное видео было изъято из проката но теперь приступим значит самой теме поднятой в этом видео здравствуйте все меня зовут сергей стивопочкин я автор 11 книг которые изданы на сервисе сайта рыбара посредством которого мои книги продаются как на сайте сидит в данный момент уже и самого издательства рыбара так и интернет магазинов и пресс разом amazon в этом видео я расскажу и покажу как все эти организации обходятся с автором с их статистикой и тому подобное вот правой части вот здесь вот как раз в заставке значит как раз и определение конституционного суда российской федерации об одном моменте который значит присутствует в договоре с авторами по поводу начаться то по тому поводу что они выплачивают налоги за автор вот прочитайте это особенно красным цветом здесь выделено что они не имеют права этого делать не имеют права платить налоги за автора это выдумали себе значит узаконили это все договорили соглашение с авторами и это делается до того чтобы когда они урежут статистику статистику продаж автора и с этой урезанной статистике выплачивают налоги а те которые книги своровали интернет-магазинах литрес биозон или даже в магазине самого ридера они нигде не учитываются учета таких книг нет и как они будут объяснять что вот это значит на налоги выплачиваем сворованный в самом издательстве это статистика фридера статистика которой они подправляют многократно урезанная со статистика это я все покажу и расскажу я написал сценарий этого видео чтобы ничего не пропустить все показать и буду придерживаться данного сценария и итак начнем рассматривать третью часть благодаря тому что все факты и улики представленные мной правоохранительные органы тщательно подчищены переделаны спрятаны и уничтожены благодаря чему прокуроры и вынесли свои решения вполне не подтвердилось в ходе их проверок и запись что ридера интернет-магазина литрес озон прислужит кое-что переделать произведены изменения как в личном кабинете каждого автора так и на сайтах этих организаций ридера даже открыла свой магазин этому примеру последовало последовал интернет-магазин литрес или может быть наоборот по времени надо было посмотреть только эти изменения ничего полезного не дают автором плане контроля за продажами книг и по прежнему являются мошенничествами здесь есть все кроме главного главного это главная по статистика продаж не осуществляется в режиме реального времени или онлайн продажи книг здесь нельзя следить в режиме онлайн так как нет счетчиков срабатывающих после каждой проверки и эти организации продолжают просылать автором подпасованную суббиркованную статистику продаж смотрите на предмет на примере витрес ценность дата сначала было так здесь даже графа названием дата вот здесь вот дата да стоит сама графа а самих данных по датам когда какой день как каждая книга была продана этого нет я написал прокуратуру а после моего обращения прокуратура стала вот такая статистика портальная вот ведь здесь вообще да то здесь заручиться что этот отчет честный и правдивый спрятали даже даты покупок чтобы нельзя было автору их проконтролировать купив их в определенный день и сравнить с этой статистикой все замаскировали что можно и вот что удивительно этого факта проверяющий лицо не обнаружила а только прежнюю форму статистики магазин не с того сего поменял после моего обращения в прокуратуру только после того как там никто ничего не нашел криминального стало еще труднее саживать статистику продаж должно быть там примерно так как на сайте уколбов . руб вот смотрите я еще там одном сайте вот смотрите здесь просмотров счетчик стоит 85 скачивание 0 комментариев вот здесь стоят счетчики конкретно если было бы скачивание здесь бы стояло счетчик книга самая и три счетчика стоит примерно хотя бы так вот как-то здесь стоит три счетчика работаешь в режиме онлайн счетчик просмотров счетчик скачивание счетчик комментария ведь можно уже сделать нормальные технические возможности позволяют это сделать только никто не хочет этого делать так как нельзя будет воровать книги автором теперь посмотрите что вставляет сейчас в рейтинге как известно рейтинг по релевантности показывает количество запросов поисковой строке ну по сути это спрос покупателей по рейтингу не объяснили вы бридера что здесь рейтинг и просмотров и продаж смешали существенное с несущественным чтобы была возможность ответить недовольному своей статистикой продаж автором ну что вы удивляетесь значит вашем случае это были не продажи от просмотре остальные бессмысленные бесполезные опции для большинства их количество для большего количества по цене по дате сначала новый потом старый по цене сначала дешевый потом дорогие ну кому нужен это рейтинг рейтинг интернет-магазин или пресс здесь вообще один поколит рейтинг популярная рейтинг интернет-магазина озон а здесь писали все что нужно и не нужно только то что необходимо так этого ничего нет я имею ввиду рейтинг по продажам и кому эти рейтинги нужны особенно смешно выглядят рейтинге по алфавиту посмотрите сначала дестейлеры сначала популярные сначала новинки потом дешевые дорогие сначала лучшим отзывом ввода выхода ввода по возрастанию по убыванию по алфавиту а я или по алфавиту я а интересно что могут дать авторам или покупателям все эти рейтинги единственное новшество лично в кабинете автора от магазина Ридера это уведомление потом сколько человек посмотрел сейчас сайт книги и сколько прочитал бесплатных фрагментов только это новшество ничего не показывает и здесь только количество просмотров и прочтений бесплатных фрагментов только это теперь магазин самого издательства Ридера вся статистика продаж им поступает мгновенно после каждой продажи почему бы эту статистику продаж сразу не отправлять авторам почему в личном кабинете автора нет счетчиков продаж онлайн это сделано это дело они не собираются и тогда а сверхприбыли которые они получают от мошенничества со статистики продаж можно будет забыть поэтому и придумали уведомление смотрите скриншот книжек вот они скриншоты книжка сегодня бесплатный фрагмент вашей книги прочитал один универсальный посетитель вчера страницу вашей книги просмотрел четыре раза вот такое у нас уведомление ну поставь сюда счетчик продаж и все больше ничего не надо вот пока автор не станет получать статистику продаж его книг в режиме реального времени то есть сразу после продажи книг и пока авторам эта статистика будет приходить один раз в месяц всегда есть возможность мошенничества с этой статистикой и есть возможность выпросить любую уже купленную книгу из рейтинга продаж которые они всячески маскируют и вообще не включают в рейтинг на всеобщее обозрение они живут отзывы взяты на другие подобные издательства так вот наскорское книжное издательство лить его пожалуйста в отзыв так избегайте матерых цензуры кстати насчет этой цензуры я как-то тоже отзыв написал написал мошенничество там воровство мне тоже вместо этого написали тоже цензура ну здесь наверное скорее всего избегайте матерых воров наверное из издательства лить его вот как издатели обманывают авторов свои потаны пожалуйста тоже это вот сайт вот этот вот на этом сайте черный список издательств будет пополняться это вот тоже сайт этого сообщения мошенничество с издательском бизнесе мисс к литературе ну сколько возил все эти и другие интересные ссылки я скопирую и вставлю в описании под этим видео чтобы любой мог их посмотреть и убедиться что здесь все честно как здесь видно нет в России честных издателей и продавцов книг авторов все они пытаются незаконно нажиться на трудах авторов используя мошеннические схемы предоставления авторам статистики продаж и самих продаж которые тщательно прячут и маскируют неужели никто не в состоянии положить конец этому беспределу неужели государственной думе нужны еще какие-то доказательства преступной деятельности издательств интернет-магазинов неужели трудно для них подготовить и издать закон который устранит все эти мошеннические схемы кто остановит эту преступную деятельность они уже всех достали вот 9 августа 2018 года мне на электронную почту пришло сообщение теперь все авторы ридера в режиме онлайн получат уведомления о просмотрах продажах и отзывах вот так здорово вроде здорово все сделано все в режиме реального времени следите за статистикой в режиме реального времени только так только так ли это на самом деле нет еще раз нет опять все заполняется оператором вручную почему все они боятся ставить счетчики продаж на каждом счетчик не соврет а показывает истинное количество продаж если сравнить то что они представляют в режиме онлайн с тем что в рейтинге продаж то ничего схожего нет рейтинг продаж в магазине рыбера показывает оказывается по этой ссылке рабочие просто ли вот он вот здесь вот вот красненькая циферка количество теперь сравним все за 10 августа 2018 года ниже уведомления статистики он и магазин доведа вот 10 августа вот она статистика так сегодня здесь сегодня сегодня здесь уже вчера да вот три три уведомления у меня пришло три уведомления пришло и все они значит кто там посмотрел посмотрел и посмотрел да посмотрел здесь видно что 10 августа 2018 года свободно мою страницу книги живая мертвая вода всех болезней посмотрели три раза мой сборник по очищению организма посмотрели два раза сборник по лечению сердечно-сосудистой систем посмотрели один раз и всего больше ничего с моими книгами здесь за 10 августа не происходило теперь посмотрим рейтинг по всем моим сборникам за 10 августа все они входят в топ 100 страниц остальные книги придется долго искать 6 своих книжек представлю вот всего на 10 августа было 1534 страниц а мои вот эти 6 книг входят в топ 100 страниц вот ну и на каждой из этих страниц значит по 24 книги вот посмотрите всего в рейтинге на этот день участвовало 36 1796 книг дата стоит правом нижнем углу 10 августа вот моя книга так но здесь не видно на других будет видно здесь не видно здесь надо что вот 385 разделить на 24 тогда так как будет это будет номер страницы вот она начнет на какой то есть одной из первых там страниц она это мишка мой сборник вернее да мой сборник лечения органов дыхания на 17 странице вот нижний слева дальше здесь а здесь вот одно очищение сборник по очищению организма на тридцать девятой странице вот она видно видно чтобы циферка этого сам сборник его не видно но вот пожалуйста сергей степочки на очищение организма дальше на тридцать девятой странице так здесь два моих сборника на семьдесят девятой странице вот на странице вот вот он мой сборник и вот он на на семьдесят девятой странице из 1534 страниц о чем-то говорит я думаю что говорят а вот у них всего там три по трем сборникам этого только одни просмотра и дальше на 80 странице еще данные сборника они вверху слева вот они вот эти два сборника а этот вообще только сегодня пришла пришло что там продана книга книга а раньше она вообще была до этого 41 копейку по мне за роялки назначено было вот две книги восьмидесятой странице мы здесь тоже 1897 разделить на 24 получается восемьдесят страница восьмидесятой странице на всех скриншотах внизу стоит дата и время как видно и скриншотов 6 моих сборников народных процентов лечения различных заболеваний в рейтинге просмотров и продаж находится не дальше восьмидесятой странице общего рейдинга напоминаю что общее количество страниц на 10 августа 2018 года тысячи пятьсот тридцать четыре восемьдесят и тысячи пятьсот тридцать четыре практически и фактически все шесть моих сборников является лидеров просто лидером просмотров и продаж в этом рейтинге а присланных оператором уведомлениях на этот день всего только три уведомления из этих трех уведомлений видно что 10 августа было всего только шесть просмотров страниц трех моих больше ничего здесь не происходило ну вот правдивый рейтинг это уведомление таких уведомлений бывает не больше трех-четырех за день в лучшем случае все не только по просмотру страниц книг и прочтение бесплатных фрагментов не уведомление о покупке книги я еще ни разу не видел на скриншоте ниже видно сколько уведомлений оператор управляет за день 20 августа 20 августа 20 августа 20 августа значит так одна а здесь уже вчера да это было уже 19 вчера страница вашей книги 19 августа вчера значит тоже самое по одной по два уведомления посылает правдиво это да нет конечно нет это все для того чтобы видимость создать что все у них там реальном времени происходит из двух первых сообщений остальные по другим датам видно что за 19 августа 18 года было всего только восемь просмотров книги пожилой мертвой воде и один просмотр сборника по лечению полно-двигательного аппарата больше ничего не происходило видимо в этот день было очень много просмотров и прочтение бесплатных фрагментов и оператор не успел все их разослать в тему автора это доказывает что эти все эти уведомления отправляются оператором вручную они в автоматическом режиме после совершения определенного действия делается это для того чтобы у авторов в уведомлениях не было отображены все продажи а сколько и кому отправить уведомления в продажах решает сам оператор мое мнение лично такое вот только ежедневно в рейтинге просмотров продаж на сборнике очень редко выходят за 100 страниц общего рейтинга обычно они в топ-100 согласитесь это очень хороший результат из общего рейтинга 1534 страниц есть здесь совпадение уведомлений в режиме онлайн с рейтингом всех книг в магазине ридера можно здесь судить о честности и правдивости этих уведомлений онлайн кто-нибудь теперь поверить в эту их честность которую они тут прислали покупка печатной электронной версии книги магазине ридера в реальном времени все происходить да это все опять обман придумали здесь сказку для авторов со счастливым концом и думают что кто-нибудь им будет верить как никогда никогда не давали мне полную достоверную правдивую статистику так и сейчас пытается научить всем что теперь у них все продажи будут режиме реального времени или онлайн сделали новую форму предоставления обмана авторов и думают что все воспримут этот обман за чистую монету как же они боятся этого режима реального времени здесь режим реального времени обеспечивает оператор который зависит включить получим полученную информацию по статистике продаж и уведомления авторов и включает пока в каждом издательстве интернет-магазине у каждого автора не будет своего личного кабинета где возле каждой его книги будет стоять счетчик количество продаж в режиме реального времени никакой честной правдивой и справедливой статистики продаж не может быть и речи или кто-нибудь из авторов берет честность и порядочность операторов занимающихся предоставлением статистики продаж посмотрите множество отзывов об этом и это уверенность поубавится и достаточно много чтобы судить о том что это чистая случайность или редкостное недоразумение все одно на все у них есть отговорки то на сбой под сбой системы то значит не туда статистика пришла не по той книге да ну дальше можно конечно добавить счетчики количество просмотров или количество прочтений бесплатных фрагментов книги но это не столь важно главный для авторов есть счетчик количества продаж онлайн а все посредники которые из разных магазинов один раз месяц получают статистику продаж а потом управляют ее автором это мошенники обманывающие авторы самым наглым образом у таких посредников никогда не будет стоять счетчик количество продаж и при таком положении происходит двойной обман автора интернет-магазины воруют для себя статистику продаж и управляют ее в издательство ридера а те свою очередь для себя вырезают эту статистику автором достается только самое малость то что осталось от такого мошенничества сейчас издательство ридеры пытается создать в своем магазине правильные якобы продажи но не хочет распроститься с той возможностью обман автора которая приносила им вознословный доход тоже от этого добровольно откажется вот и впихнули сюда уведомления разного рода на то что они обещают здесь предоставляет честную статистику продаж онлайн верится с трудом счетчики по количеству продаж слабо поставить хотя они не со счетчиками могут что-то придумать чтобы эти счетчики работали в пользу ведь нынешняя статистика который не присылает сейчас завтра тоже ведь какие-то счетчики стоят только заполняются они вручную то же самое литрес цены сдать мгновенно обновляемая статистика обман вывод реалий реалки прямо на банковскую карту тоже обман сейчас посмотрим прям сразу на банковскую карту неужели сейчас там все так и есть много посмотрим вот она вот она да по вкладке выплаты пока 1000 не набежит бесполезно вы утроете прямо на банковскую карту тоже пока не набежит сумма в 1000 рублей все авторы будут помогать администрации интернет-магазин или трестсмсдат прокручивать свои же деньги в банках только прибыли с этого они не получат заявки на вывод денег только по итогам кварталом все продам продумали и только все в свою пользу автором здесь ничего не связи крохи какие-то требуют чтобы обезопасить себя от различного рода неожиданности которые могут привести к конфликтам с авторами в издательстве ридеры продумали составили соглашение с авторами подписав которые авторы соглашаются на любые действия ридера отношения в семье автор или соглашается или не подписывает это соглашение тогда об издания своих книг которую придется забыть вот приходится автором подписывать это соглашение совсем не вникаяться у того что там прописано другого варианта соглашения издательства ридер не предоставляет только всегда ли на букве закона составляется подобное соглашений. Только всегда ли подобные соглашения взаимовыгодны обеим сторонам? И имеют ли право подобные соглашения составляться ущерб одной из сторон? Рассмотрим пользовательское соглашение и те сомнительные пункты, которые выгодны только издательства Ридера, и совсем невыгодны, и противоречат интересам автора. Вот пользовательское соглашение. Первый пункт. Предмет соглашения. По этому пункту программа для ВМ Ридера должна соответствовать мировым стандартам. А мировые стандарты предполагают продажи книг в режиме онлайн. Далее идем. Администрация сайта обязуется выплачивать все суммы, причитающиеся правообладателю за использование произведения. Ибо никогда еще администрация сайта не выплачивала авторам все причитающиеся им суммы. Значительно сокращалась статистику продаж книг авторам, которые отправляла им один раз в месяц по каждому интернет-магазину. Кроме того, издательство само в себя обязало отчислять налоги за автора. И внесло этот пункт в договор, чтобы не было лишних вопросов. Только зачем издательство содержать за свой счет налогового агента, который бы занимался отчислением налогов за автора? Отчисляли бы налоги за своих работников издательства, зачем за авторов отчислять? Ведь авторы не наемные работники издательства, а только пользуются услугами этого издательства. Это не входит в обязанности издательства. Значит, озрели здесь свою выгоду. И как если не для своей выгоды делать эту лишнюю работу? Но кто, как не свой личный налоговый агент, сможет лучше преподнести в налоговую инспекцию ложную и сфабрикованную статистику продаж книг автора и произвести в нее отчисление по налогам авторам с этой ложной статистики? Вот налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая. Статья о исполнении обязанности плати налога сбора страховых взносов. Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога. Все авторы не являются штатными работниками издательства Ридера, а только пользуются услугами сервиса, предоставляемого Ридера для издания своих произведений. Ридера лишает авторов самостоятельно исполнять свои обязанности по выплате налогов. В штат издательство Ридера авторы не входят. На каком основании издательство Ридера взялась на себя обязанность уплачивать налоги за автором? И определение Конституционного суда Российской Федерации, смотрите ниже, говорит об этом же. Существенное выделено жирным шарифтом. Вот само определение от 22 января 2004 года об отказе в принятии от рассмотрения жалобы Открытого акционерного общества Сибирский. Вот это ссылка, по которой можно найти это определение. Вот здесь написано, но я в жирным шарифтом сразу читаю. В целях надлежащего исполнения обязанности по уплате налога налогоплательщик обязан самостоятельно, то есть от своего имени и за счет своих собственных средств, в платить соответствующую сумму налога в бюджет. Иное толкование понятия «саностоятельное исполнение налогоплательщиков своих обязанностей по уплате налога» приводило бы к невозможности четко персонифицировать денежные средства, за счет которых производится уплата налога. И к недопустимому вмешательству третьих лиц в процессе уплаты налога налогоплательщикам. Вот это как раз и есть недопустимое вмешательство третьих лиц в процессе уплаты налога налогоплательщикам, которое производит издательство Редера по отношению к авторам. Что не только препятствовало бы результативному налоговому контролю за исполнением каждым налогоплательщикам своей обязанности в плате налога, но и создавало бы выгодную ситуацию для уклонения недобросовестных налогоплательщиков от законной обязанности уплачивать налоги путем неотражения в своей банковском счете поступающих доходов. Вот Редера не отображает полностью всю статистику продаж книг авторов и выплачивает соответственно только те налоги, по которым они прислали свою статистику, а по которой не прислали, а все своровано, похищено и оседает все в личных карманах этого издательства. Это определение Конституционного суда Российской Федерации. Есть еще вопросы по налоговым агентам, выплачивающим налог за автор издательства Редера. До каких пор они там будут существовать эти налоговые агенты и сами будут выплачивать эти налоги за автор. Пункт седьмой. Стороны согласны тем, что никакие положения настоящего соглашения не лишают администрации сайта права вносить какие бы то ни было изменения в программу. Какие бы то ни было изменения здесь тоже под вопросом. Этим пунктом администрация предоставляет себе право изменять рейтинги продаж на свое осмотрение. Выдергивать из рейтингов книги авторов, чтобы они нигде не светились в ручном режиме. Вписывать в статистику продаж книга авторов, вздумывавшись их цифрой. Все продумаем, только открыто не пишут здесь то, о чем написал я. Так, далее. Пункт второй. Порядок заключения и срок действия соглашения. Акцент условию настоящего соглашения означает полное и безоговорочное принятие правого обладателя. Всех условий настоящего соглашения без каких либо изъятий и ограничений. И равносилием заключения двусторонного письменного соглашения. Вот так вот и здорово. Совсем уж драконовский пункт, не предоставляющий авторам никакого другого варианта или выбора. А если автор не согласен с каким либо пунктом соглашения, или принимая весь документ, или не принимая вообще, или ищет другое издательство. Только в других издательствах эти условия могут быть еще хуже. Ведь все они созданы только для личной выгоды администрации издательств. Иначе для чего бы не создавали все это. Законили ли этот пункт соглашения? Да и ясно дело. Вообще слов нет. Третий пункт. Изменения и прекращения соглашения. Прекращение пользования сервисом Reader. Отказ от исполнения настоящего соглашения. Расторжение настоящего соглашения. Прекращение действий настоящего соглашения по иным причинам влечет прекращение использования сервиса Reader. Ну вот и попробуй не согласись теперь с ними. С их незаконными этими пунктами. Авторские права. Ну здесь 20 процентов от суммы администрации и 80 процентов считается правообладателем. так. Ну вот здесь правообладателем гарантируют так и так далее. Сверху заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Репутационный штраф. На основании какого закона этот штраф с такой суммой. Цифра 100 тысяч. Сами придумали наверное. Могли бы и больше написать. Только вот каждое произведение здесь проверяется модераторами. Почему этот штраф не им адресован. Пропустили плагиат. Заплатите сами штраф. Везде свою ищут выгоду. Даже в своих ошибках и просчетах. Далее. Регистрация на сайте. Учетная запись. Учетная запись правообладателя подлежит удалению в случае если после истечения срока действия настоящего соглашения хотя бы одна из сторон не пожелала продлевать его действие. Ну да. Неугодные, несогласные с ним авторы подлежат удалению наиверно без объяснений. Вот мне наверное тут скоро это дело тоже придется наверное испытать. Раз я тут пытаюсь привлечь прокуратуру к их противоправным действиям. Им это же не выгодно. Вот они могут это все в отношении меня сделать. Так. Ну дальше идет. Так. 100 рублей. Значит там. Где международные средства 100 рублей. Интересное соглашение за которое надо заплатить в его доказательство 100 рублей. Законно ли это вообще? Так. Администрация сайта обязуется под поручение правовладателя за вознаграждение от своего имени за счет правовладателя заключать следующие договоры. Где это видно, чтобы с заключения какого-то соглашения с кем-либо требовалось заплатить какую-то сумму. А это водка. 100 рублей умножить на 200 тысяч зарегистрированных вредами авторов. У вреда авторов равняется 20 миллионов рублей чистой прибыли. Без всяких затрат, как говорится. Так. Далее денежные обязательства. Так. Ну это что тысяча пока не набежит, там у них автор не имеет права снимать. Стороны договорились в одностороннем порядке и в пользу издательства, что последний будет выплачивать автору денежные средства только по достижению на его счете 1000 рублей. И что указанные обязательства исполняются в течение 30 рабочих дней с момента получения администрации сайта соответствующих денежных средств при получении соответствующего заявления правовладателя. За все время продаж, начиная с августа 2015 года, я единственный раз в марте 2017 года снимал деньги. Это было 1400 рублей. И Ридера с этой суммы заплатила за меня 246 рублей 40 копеек налоговых вычетов. Больше налогов Ридера за меня не выплачивала. Эта сумма 1400 рублей у меня накопилась более чем за полтора года. И все это время эти денежные средства находились в издательстве. С марта 2017 года по настоящее время там уже хранится более 1500 рублей. В масштабах издательства Ридера, пока каждый автор накопит эту 1000 рублей, для возможности снятия там хранятся очень большие деньги. И скорее всего они приносят издательство Ридера очень большую привык. Ведь не лежат же они в сейфе директора или бухгалтера. Скорее всего их прокручивают в каком-либо банке. А дивидендами с авторами никто делиться не собирается и не будет для этих целей. И придумали этот пункт договора. И месяц еще там дается на то чтобы выплатить эту 1000. Чтобы за этот месяц там можно было снять там допустим там где они прокручивают это все. Законен ли этот пункт. Так ну здесь тоже самое вот так. Исполняет свои обязанности по пункту 7.4. Если укажет там фамилии отчества, реквизиты банковской, перечисления и так далее. Интересно пишут. При условии что правообладатель сообщил о себе с помощью функциональных возможностей программы следующие сведения. А если не сообщил, то без этих данных заключить договор не получится. Выходит что автор сам навязал им эту обязанность платить за себя налоги. Если сообщил эти сведения о себе. Неужели платить налоги за авторов есть прямая обязанность издательства. Сами придумали себе такой обременительный обязан. Если учесть что издательство плачет из своего кармана зарплату этому налоговому агенту. То на кое издательство это все нужно? Если только не для того, чтобы от этого поймать какую-то выгоду. Выгода может заключаться в том, что этот налоговый агент будет утаивать от выплат налогов за автору. Ту часть его дохода, который издательство таит от автора. От ту часть дохода автора от продаж книг, которые издательство приимело от мошенничества со статистикой продаж, издательство ставит себе в полном объеме из уплаты налога без всякой уплаты. Ведь ворованные книги никакому учету не подлежат. Их нигде нельзя предоставить как ворованные. Вот и в этом есть интерес Ридера исполнять обязанности налогового агента за автором. Вся статистика только у них и надежно скрыта в посторонних глаз, а кто кроме них знает истинное количество продаж. В штате издательство Ридера 200 тысяч авторов не числится и не проходит по штабному расписанию. Так иметь ли право издательство Ридера платить за автор налогов? Нет и еще раз нет. Ну и вот здесь реализуют также свое право на профессиональный вычет в соответствии с налоговым кодексом и так далее. Так, ну вот мой комментарий по этой статье. Соглашение с автором издательства Ридера идет даже на нарушение существующего закона по отношению к нерезидентам Российской Федерации. По закону с нерезидентов Российской Федерации налоги не взимаются. Агаметы делают. Посмотрите материал по данной ссылке. Вот. Ссылка рабочая и функционирует. Совсем уже совесть потеряли в погоне за наживой. Куда осмотрят юридические консультации консультанты издательства Ридера? Они что эти законы не знают? Мы придумывали себе собственные законы. Собирают дань даже там, где их нельзя делать. Так. Ну здесь электронная подпись. Так. Заключительные положения. Администрация сайта предоставляет право обладателя отчеты на основании отчетов полученных и так далее. А вот с отчетами давно пора кончать. Отчеты составляют люди не всегда честные и порядочные. Никто им не мешает в этих отчетах допустить мошенничество с целью изменить действительную статистику наложенную и сфабрикованную самим жилецом составляющую отчетов. Здесь для авторов все должно быть доступно и открыто в любой момент в режиме онлайн. Так. С соглашением разобрались. Только кто заставит издательства Ридера пересмотреть каждый пункт этого соглашения, либо по каждому из них много несоответствий, а порой и нарушений существующих законов. Во всех отношениях издательство Ридера сочинило его в свою пользу. Мнение и согласие авторов здесь не требовалось и не учитывалось. Переходим к следующим вопросам. Метод произвел какие расчеты, которые покажут положение дел издательства Ридера. Вот я здесь рассчитал цены на книги с сайта Ридера. Взято с рейтинга по учету на 28 мая 2018 года 23 часа. Топ первых двух страниц по 24 книги на каждой странице. Скопировано с рейтинга до подсчета средней стоимости книги. Ну я здесь все провистаю, ну а дальше будем подсчеты смотреть. Вот эти суммы там идут, да, вот названия, авторные суммы, все эти. Чтобы там получилось, что я это все данные сам от себя сфабриковал, я это все потом скопировал ниже, сумму посчитал и вывел среднюю. Вывел среднюю сумму. Сколько примерно стоит средняя книга? Как в электронном, так и в книжном варианте. Ну вот здесь первая, да, закончилась. Теперь сортировать. Вот видите, показано с 25 по 48 книгу. Из 33 тысяч 240 книг. Так, дальше. Вторая страница, чтобы не подумали, что первая страница чем-то там значительно превышает суммы. Сумма до другой страницы. Все это взято, вот цифры. Да, это просто скопировано одна страница, две страницы и все это дело представлено здесь. Так, ну так, чтобы можно было остановить цифры вот эти, перепроверить суммы. Вот они вот эти вот суммы. Это электронные книги, это книжный вариант. Ну вот показано 49. Это уже третья страница начинается, но для того, чтобы, значит, то, что закончена вторая страница. Выше показано две страницы с 24 книгами на каждой. Итого 48 книг. Ниже только одни суммы стоимости книг и свыше изложенного. Первая цифра книги в цене книг показывает стоимость книги в электронном варианте. Вторая цифра в книжном варианте. Вот здесь вот этот столбец весь в электронный вариант, это книжный вариант. Ну вот я по нарастающей, если здесь в электронном варианте, так, сейчас, минуточку, да. Вот, сумма электронных книг и сумма книжных вариантов. Вот, здесь я первый, вот, первая сумма, значит, электронный вариант, 8 рублей, я прибавлял 220. Получалось 228 и так далее, все складывалось. Так, ну, будем дальше смотреть, сколько будет у нас средняя стоимость каждой книги. Даже бесплатно книжка одна есть там. Итого, значит, по электронному варианту 4492 рубля стоит 24 электронные книги и 7559 рублей стоит 24 книжных варианта. Так, средняя цена электронной книги 44490 рубля 2 рубля разделить на 24 равняется 187 рублей 17 копеек. Вредняя цена книжного варианта 7559 рублей разделить на 24 равняется 314 рублей 96 копеек. Так, подсчитали, ну, можно записать, заполнить, да, так что мы будем это все разглядывать. Так, это первая, по первой странице, да, по первой странице. Теперь вторую страницу, мы сейчас тоже подсчитаем вот эти суммы. Здесь видно только в электронном варианте. В нижнем варианте нет, поэтому здесь у меня тоже ничего нет. Так, ну, вот поехали дальше. Чего-то плохо подберегает, да. Так, ну, вот и того. Так, ну, вот это. Теперь, значит, считаем. Средняя цена электронной книги 2 страницы. Слот 90.08. Некнижного варианта 273.66. Итак, подведем итоги. На первой странице средняя цена электронной книги 187.17. На вторую – 190.08. Округлим среднюю цену за одну электронную книгу до 200 рублей. Так, чтобы нам не путаться. У меня, тем более, есть одна книжка, которая продается за 200 рублей. Ну, чтобы так применительно к моей продаже вот этой книги. Ну, это даже в курсе будем считать, что результате стоит даже, что оно больше даже. Потому что им там за такие суммы придется отсчет держать, что… Так, на первой странице средняя цена каждого книжного варианта 314.96. На второй странице средняя цена книжного варианта 273.66. И округлим тоже так же примерно. Видите, тут… Ну, даже вот здесь немножко больше округляем. 320 рублей, пускай, будет стоить книжный вариант, значит, книги. В 17-м году это я… А, в 18-м, в 18-м, это в 18-м году, в 2018-м году. Как здесь видно, данное округление в пользу издательства Ридера, так как им надо будет как-то объяснять большую разницу в цифрах. Так, теперь идет расчет прибыли издательства Ридера, продаж книг на Литре, Созун и Амазон за 2016 год. Итак, ну, здесь вот все данные взяты с их данных, как говорится. Вот. Мой сборник народных рецептов по очищению организма для покупателей в электронном варианте стоит 200 рублей. Роялки за его продажу я получаю от Литре, Созун и Амазона по 50 рублей. А от Азона, книжный вариант, 40 рублей. То есть, еще меньше, чем электронный вариант. Видите разницу? Электронного варианта и книжного варианта. Ну… Вот, да, да, вот он идет. Азон – 40 рублей. Так… Амазон – 50 рублей. Ну, так, чтобы я не обманываюсь никого. Мы будем считать, что мои роялки от продаж везде, что книжного варианта, что электронно отпускают, будет 50 рублей. Это тоже в пользу издательства Ридера. За свои книги по продаваемой цене в 200 рублей я, как автор, получаю роялки 50 рублей. Это есть одна четверть или 25% от общей стоимости книги. 50 рублей. И это есть 80% от того, что взяли себе от продаж на электрике на литре с Азон и Амазона. Так… Посчитаем, сколько получает от продажи издательство Ридера. Сколько денег будет составлять 20%, которые пойдут Ридера. Составляем пропорции. Куда она будет? Вот. Все тут делаем 8 моментов. Так… 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 Я знаю, что произведение крайних членов, а произведение средних членов. Их равен 12,5 рублей. Это… Я получаю от 50 реалки мои. А они с продажи вот этой моей книги 200 рублей получают 12,5 рублей. 12,5 рублей. Так… 12,5 рублей получает Ридера от продажи моей книги стоимостью 200 рублей. Я от каждой книги получаю 50. Так… Далее… Теперь рассчитаем, сколько денег получил издательство Ридера в 2016-2017 годах. Если… План… Ну вот… Все тут данные идут… Тоже из их источника. Сейчас я… Сейчас я покажу… Вот это… Что вот это… Что вот это… Их источники. Где все вот эти данные… Значит… Изложенные. Так… Итак… В 2016-м году было продано 142 709 экземпляров книги. 12,5 рублей. Средний доход от продаж за каждую книгу умножить на вот это количество всех экземпляров. Получается… Миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот… А… Восьмсот шестьдесят два рубля с половиной рубля. Данную сумму прибыли издательства Ридера Проглизительно получила за 2016-й год. Разделим эту сумму на двенадцать месяцев. Получается… Вот… Сто сорок восемь тысяч шестьсот пять пять рублей двадцать одна копейка. А… Получается, что в 2016-м году Ридера ежемесячно имела доход от продаж в размере… Сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей с копейками. Для такого издательства это катастрофически малая сумма, Которая даже не обеспечит расходы на оплату труда всех работников издательства. А сколько их? Давайте сейчас посмотрим. Вот на этом сайте я нашел полный штат Ридера. Ясно и понятно написано, что Ридеры придет до пятидесяти сотрудников и нет вакансий. Так… Теперь ясно, на сколько будем наблюдать. Вот так написано – до пятидесяти сотрудников нет вакансий. Что из этого получается? Так… Сто сорок восемь шестьсот пятьдесят пять рублей ежемесячной прибыли от продаж разделить на пятьдесят сотрудников равняется две тысячи девятьсот семьдесят три рубля с копейками. В месяц на каждого сотрудника, невзирая на должность. Санимаюсь, чтобы кто-то там работал за такие деньги. Ну, как это получается? Что они все получают, включая там и начальство и простых сотрудников? «Две тысячи девятьсот семьдесят три рубляшка». Вот. Рассчитаем, сколько получили авторы за 2016 год. Напоминаю, опять, значит, это все данные вот с этих вот сайтов. Так. Версия с продаж электронной книги средняя цена, которую мы рассчитали – двести рублей. Автор имеет трояльки средних пятьдесят рублей. 150 умножить на сто сорок двое тысяча семьсот девять проданных книг. Получается семь миллионов сто тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят рублей. А они пишут, что в 2016 году авторы получили только миллион шестьсот семьдесят тысяч рублей, включая налоги. что это значит? Так. Ну, давайте так. Миллион, а, семь миллионов сто тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят рублей разделим вот на эту сумму. На миллион шестьсот семьдесят тысяч равняется в четыре целых двадцать семь сотых раза роял театров были меньше, чем пятьдесят рублей. Пятьдесят рублей разделим на эту, на эту четыре целых двадцать семь десятых двадцать сотых раза равняется одиннадцать целых семьдесят один рубль за каждую проданную книгу. Получал роялти каждый автор. По нашим подсчетам средняя цена одной книги – пятьдесят рублей. Вот. Вот она, пятьдесят рублей – это по нашим подсчетам. А вот одиннадцать – это по их… Ну, мы вообще видели в самом начале суммы-то, роялти-то. А, нет, 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 мы там же… Вот сколько книг стоили? Ну да, ну да, то нету, маленечко. Ладно. Что это может означать? Это значит, что или действительно средняя цена каждой проданной книги была одиннадцать рублей семьдесят одну копейку, что очень сомнительно и маловероятно. Либо количество проданных книг в 2016 году было в четыре целых двадцать семь раз больше, чем по данным продаж от издательства Ридера. Посмотрим. Ну, это из-за того, что они там урезают статистику автора. Так, в 2016 году по данному ридера всего, так, сто сорок две тысячи семьсот девять экземпляров умножить на четыре целых двадцать семь сотых, равняется шестьсот девять тысяч триста шестьдесят семь книг. Ну, где вот это все, где шестьсот последняя цифра означает, что это количество продаж, которое было продано практически, то есть они урезали. Тогда выходит, что шестьсот девять тысяч триста семьдесят шесть минус, по ихним данным, сто сорок два и сто сорок две тысячи семьсот девять, равняется четыреста шестьдесят шесть книг, четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь книг были украдены из рейтингов по продажам и статистик, отправляемых автором в 2016 году. Опа-на, критики какие. Для чего мы тут подсчеты-то эти все вели? Проверяйте, пожалуйста, может быть я что-то тут немножко и неправильно, но думаю, что специалисты должны в этом разобраться. Я главное направление дал. Бренд. Первым занимается здесь интернет-магазины, а вторым издательство ребера, когда подпасывают статистику продаж книг. Получается, что воруют книг больше, чем предоставляют авторам в статистиках продаж книг. Интересная бухгалтерия получилась у нас. Блин, это что-то. Почему она так скачет-то? Так, теперь пойдем другим путем, чтобы вычислить среднюю сумму роялти автора. Роялти с продаж 142 709 книг составляет 1 670 000 рублей. Включая налоги. Значит, проверки. Эта сумма, полученных автором в 2016 году, делим на 142 709 проданных книг, равняется 11,7 рублей среднюю стоимость одной книги по данным ГИБЕРА. Ну, вот это вот. Вот получается что. Но только так ли это на самом деле? Посмотрим. Если мы посчитали, что 50 рублей средняя стоимость каждой книги ГИБЕРА. 11 рублей 71 копейка по моим подсчетам. И 11,7 рублей 70 копеек по данным ГИБЕРА можно считать одинаковыми. Только так ли это на самом деле? Посмотрим. Реалти от продаж всех моих книг не менялось с 2015 года. И за самую маленькую по объему 64 страницы книги «Живая мертвая вода от всех болезней» я получаю в роялти 15 рублей. Тогда выходит, что все авторы в 2016 году продавали свои книги объемом 51 страницу. И не больше. Может такое быть? Вот. Вот это думаете. Кто-нибудь поверит в такой арифметике? По-моему здесь сплошной обман. Теперь рассчитаем прибыль Редера от продаж за 2017 год. Расчет прибыли издательского Редера от продаж книг на Амбитре с Азон и Амазон за 2017 год. Напоминаю, опять эти все эти данные с их выкладкой и сайты, на которых эти данные расположены. И так. И так. И так. Продана, значит, у нас книга в 2018 году 298 890. Умножаем на 12,5 рублей. Здесь средняя прибыль Редера от каждой книги равняется 3 миллиона 736 тысяч 125 рублей. Это прибыль Редера от продаж за 2017 год. Делим эту прибыль на 12 месяцев. Так. Значит. Вот эта сумма. Получается 311 тысяч 347 рублей 75 копеек. Тоже не густо, если разделить эту сумму на 50 сотрудников, чтобы выдать им зарплату ежемесячно в течение 2017 года. Так. Далее. Эта сумма, значит, вот мы делим на 50 сотрудников и равняется 6 тысяч 226 рублей 88 копеек. Месяц приходится на каждого сотрудника издательства Редера для выплаты зарплат. Кто там будет за эту сумму работать, я тут даже не представляю. Если посмотреть на скриншот ниже, можно увидеть, что корректор модератору проекта Редера в условиях работы обещана зарплата на испытательном сроке только 25 тысяч рублей, а потом 30 тысяч и выше. Очень даже интересно, с каких таких барышей издательств Редера собирается уплачивать такие зарплаты своим работникам, если только по 6 тысяч 226 рублей 88 копеек в месяц приходится на каждого сотрудника. Редера для выплаты зарплат по нашим подсчетам, исходя из их данных по их прибыли. Ну вот, значит, вот она. Вот она это. Корректор. Так, вот так вот здесь стоит. Вот она. Сумма сейчас мы её попробуем увеличить. Ниже увеличенная часть скриншота условия работы. Ну вот здесь говорится, заработная плата на испытательном сроке 25 тысяч рублей, потом 30 тысяч рублей и выше. Далее, как с такими доходами можно выплачивать такую зарплату? И это только среднее звено издателя Стори Дера. А какую зарплату получает директорат? А главное, где берут средства на плат в этих зарплатах? Ну вот, теперь рассчитаем роялти авторов за 2017 год. Напоминаю, опять все эти данные. Напоминаю, вот эти все ссылочки, где можно получить эти данные. Так, продолжаем. Что-то немножко заедает. В 2017 году за продажу 298 890 книг авторов издательства Ридера выплатила авторам 5 миллионов 400 тысяч рублей. 5 миллионов 400 тысяч рублей. Едем на 298 890 проданных книг в этом году. Равняется 18 рублей 7 копеек средняя сумма роялти авторов за каждую проданную книгу в 2017 году. Может такое быть? Да, вряд ли. Это какие-то заниженные данные у них где-то, где-то что-то. Так, далее. И если мы знаем, что автор получает 25% от полной стоимости электронной книги и 18 рублей 7 копеек это и есть эти 25%, просчитаем средняя стоимость всех книг продаваемых через Ридера в 2017 году. 18 рублей 7 копеек умножить на 4, но 4 это 25% умножить на 4, это будет 100%. Но мы как раз где-то 100% смотрим сколько будет стоить. 72 рубля 28 копеек получилось у нас. Это средняя стоимость каждой книги в 2017 году. Каждой, каждой, не больше. Выходит, что средняя цена всех продаваемых книг в 2017 году составляла 72 рубля 28 копеек. Но реальная эта цифра? Нереальная. Моя самая маленькая по объему книга в 64 страницы «Жилая мертвая вода» от всех болезней продается за 60 рублей. Тогда выходит, что все авторы в 2017 году продавали свои книги объемом не более 77 страниц. Вот, это по их данным. Кто-нибудь поверит в эти цифры, когда мы вначале посчитали, что средняя цена книг на первой странице 187,17 рублей, а на второй странице 190 рублей 8 копеек. В соответствии почти в три раза. Далее идут достижения, которыми они больше всего гордятся. У нас наконец-то появился автор, который заработал больше 1 миллиона рублей за неполный год и продал 30 тысяч экземпляров своих книг. Мы думали, что это случится в 2018 году, а случилось уже в 2017. Вот тогда 1 миллион делим на 300 тысяч книг проданных. Получается 33 рубля 30 копеек были в роялке этого автора за каждую проданную книгу. Думаю, что и здесь полнейший обман. Всех, кто только читал их из статьи. Вот с марта 2017 года количество авторов издательского сервиса «Ридера» выросло в два раза и достигло 200 тысяч человек. Вот этот источник здесь, по этой ссылочке. Значит, можно переписать, потом ввести в браузер вот эти все циферки и буковки и посмотреть, где и как это написано. Но я это все скинул в описании под видео по данным. Нет, конечно же, прибыль у них бывает еще и оплатных услуг. Только кто их будет заказывать, неужели начинающий автор. Вот давайте посмотрим платные возможности. Я не буду здесь комментировать. Просто смотрите цифры, это все и тарифы ихние. Ааа, так, тарифы как-то. Что, куда, базовые, как данные и так подобное. Купить за две тысячи с половиной, купить за пять тысяч рублей. Подлиться там в составе 200 рублей. Форму вывести какую-то там 200 рублей. Вот и так далее. Уровень сложности. Вот 2903, 907, 9900. Вот сумма, какие стоят. Дополнительные параметры еще. Тысячами измеряется. Уровень сложности иллюстрации. И когда она и заказает. Показывайте. Вязание там и так далее. Так, ну вот, смотрите, читайте, останавливайте. Если нужно будет. Вот это у них тарифы минимальные. Шесть тысяч рублей. Соцсети. Десять тысяч. Соцсети. Шестнадцать с половиной. Все включено в 23 тысячи рублей. Интересно, кто-нибудь пользуется платными услугами. Книга еще не издана. А уже столько денег в нее надо выложить. Вот еще одна статейка по нашей же теме. Восьмого ноября 2017 года. Оборот Ридера уже больше, чем у моего там. Ага. Что сервис Ридера Алексеем Кулаковым. Вот источник, где это взято, где эта статейка была опубликована. Вот. Интервью краткое. А гости Кулаков, директор по продукту. Вот он, этот товарищ. Вопрос. При всем уважении к Ридера мне, мне не кажется, что в его основе идея на миллиард. Вопрос. Его легко счесть бутиковым проектом, развлечением для студии Digital. Ответ. Напротив. Оборот Ридера уже более, чем. Значит, вот. Жут студии. Он это крупная студия. У нас больше ста человек. А здесь Алексей Кулаков, директор по продукту. Сознается, что у них Ридера уже более, чем 100 человек в штате. Значит, все мои вычисления по ежемесячной оплате труда. Хотя бы за 2017 год. Нужно сократить еще в два раза. Так. Следующий вопрос. Значит, вы вышли на уровень сотен миллионов рублей в год. И ответ. Думаю, да. В 2017 году будет больше ста миллионов рублей оборота. Но главное в другом амбиции у нас мирового масштаба. Да. Амбиции у них хотят баллений. Мы поминаем. Совокупные продажи книги авторов Ридера в 2017 году. 298 890 штук. А доход за год составляет 5 миллионов. 230 575 рублей. Это он, наверное, подсчитал и то, что Ридера наворовала у авторов помимо честного дохода. Ему ведь если не еженедельно, то хотя бы раз в месяц докладывают о фактических доходах. Ну и забыл человек, что бизнес-то мошеннический и сказал всю правду, какой оборот у них был в 2017 году. Если Афра имеет 25% от полной стоимости книги и как мы просчитали выше примерно 50 рублей, а доход Ридера от этого составляет 12,5 рублей с каждой книги, то давайте посчитаем откуда у Ридера 100 миллионов рублей оборота в 2017 году. Так, ну вот по одним данным здесь вот 5 миллионов 400 рублей по другим выплачиваемых авторам, как гонорар умножить на 4, чтобы получить полную стоимость проданных книг в Ридера. Но это идет, на 4 это идет электронный вариант. Получается 21 миллион 600 тысяч рублей. Но если учесть, что там у них сколько-то тысяч книг продано в электронном, в книжном варианте, ну добавим еще сюда, допустим, ну 3-4 миллиона может быть. Так получается, именно на эту сумму был продан администратор в 2017 году. Откуда тогда взялось 100 миллионов рублей оборота? Вот это интересно, да? Вот сдал свою организацию директор по этим делам, да? Так, 100 миллионов оборота делим на 21 миллион 600 в полной стоимости всех проданных книг за 2017 год равняется в 4,63 раза сумма 21 миллион 600 тысяч меньше, чем 100 миллионов оборотов, по словам директора по продукту. Это означает, что фактически было продано в 4,63 раза больше, чем Ридера предоставляла авторам статистики их продаж. Помните, какой расчет мы произвели выше в 2016 году, в 2016 году? И что это означает? Это значит, что если действительно средняя цена каждой проданной книги была 11 рублей 71,71 копейку, это очень сомнительно маловероятно, либо количество проданных книг в 2016 году было в 4,27 раза больше, чем по проданным книгам издательства Ридера. Сопоставим цифры в 4,63 раза в 2017 и в 4,27 раза в 2016 году. Здесь даже рост в краш мошенничества наблюдается. Ну, крайне главное, что растет издательство. 100 миллионов рублей общего оборота, по данным Алексея Пулакова, директора по продукту, минус 21 миллион 600 тысяч рублей продаж за 2017 год, согласно собрагованной статистике, отправляемой автором, равняется 78 миллионов 400 тысяч мошеннической прибыли. Вот эти вот, на эту сумму, они наворовали, что литрессы, что интернет-магазины, что издательство по той статистике, сфабрикованной, которую они предоставляют авторам. Вот это все наворовано, если у них вот этот оборот будет. Вот какие цифры тут у нас. Вот это честное признание в обмане авторов. И это все благодаря тому воросту, который процветает в интернет-магазинах витресс на зон и потасовке приложенной статистики продажных авторов, которые издательство и дыр отправляют ежемесячно авторам. Это все благодаря той мошеннической схеме предоставления статистикой авторам, которой они в законе свою пользу в договорах с авторами. Все это благодаря тому, что они не желают ставить счетчики продаж или скачивания на каждую книгу, чтобы продажи каждой книги отображались в режиме реального времени и автоматическом. И тогда они лишатся такого огромного дохода, который имеют сейчас. Все довольны и счастливы в интернет-магазинах витресс и озон и издательство Ридера. Кроме авторов, за чей счет все это стало возможно и которые об этом все тем ничего не подозревают. Думаю, что чужой дядя с ними обойдется честно и порядочно. Так, какая прибыль ожидает издательство Ридера, если у Ридера зарегистрировалось более 150 тысяч авторов? Ну, это данные уже немножко устаревшие, конечно, но я тоже нашел этот источник. Популярные книги Ридера. Более 170 тысяч книг создали авторы системы Ридера. Здесь 170 тысяч книг делим на 150 тысяч зарегистрированных авторов. На каждого автора выходит по 1,13 книги. Интересная статистика. Кто-нибудь ей поверит? В настоящий момент на 31 мая 2018 года в магазине Ридера. Смотрим. Было 1410 страниц. На каждой странице по 24 книги. Ну и вот это скопировано. Первая страница из 33 870 книг всего показана. Так, теперь дальше, значит, сравните цифры. В рейтинге продаж магазина Ридера участвует 33 830 книг из более чем 170 тысяч книг, созданных авторами системы Ридера. Куда 100 и 9 делается. Делись непонятно. Этих результатов Ридера добилась с марта 2017 года. Там они открыли Ридера. И с июля 2017 года они запустили прямые продажи. Теперь возможности сервиса. Мгновенно обновляемая статистика. Это взятого цифра. Сайта. Это по ритрессу МСДА, по-моему, да? Только мгновенно ли обновляется статистика продаж книг в магазине Ридера? Нет. Еще раз нет. Только будет ли статистика продаж честно и правдиво отражаться у автора? Нет. Еще раз нет. Здесь май 2018 года я проводил свое новейшее расследование и убедился в этом. Мгновенно обновляемой статистики здесь нет. Просто делается видимость этого. Глобальное обновление происходит ежедневно в районе 8 часов утра. А затем ежечасно проводились незначительные перестановки с одного места на другое. И, как правило, книги передвигались на одну-две позиции вперед. Это напоминает ручную перетасовку книг с одной позиции на другую. Ежечасно одна-две книги, которые находились на передних позициях, выдергивались из рейтинга и переставлялись на более дальние позиции. И все книги сдвигались, тем самым делая мгновенное обновление статистики. Все эти манипуляции рейтинга у меня зафиксированы на скриншотах. И все эти скриншоты я могу предоставить в качестве доказательства. Вот за май месяц. Все они у меня там. Могу показать там все это. Папку. Ниши представлены на таблице по моим, по этим скриншотам, из которой видно, на какие страницы рейтинга уходили самые первые 12 книг с первой страницы после обновления сайта магазина издательства Ридера. Так, вот смотрите. Вот это все была первая дата. Значит, вот это все было. Были они все на первой странице. Значит, время скриншота до обновления. Вот это все скриншоты у меня имеются. Значит, одни скриншоты. Время обновления, где на первой странице появлялись уже другие совершенно книги. А вот сюда, на эти страницы, эти все книги уходили. С первой страницы на шестую. Шесть книг на пятую страницу ушли. Пять книг на седьмую страницу ушли. И одна книга на восьмую страницу. С первой страницы ушли. Шестнадцатого. Все с первой страницы в восемь четырнадцать перешли. Восемь книг на четвертой странице. Одна книга на пятую страницу ушла. Три книги на двенадцатую страницу. И так все далее и далее. но вот здесь у меня получилось что-то я ждал ждал так не мог дождаться этой статистики время было 844 может быть они тогда раньше ну и здесь тоже 845 не изменилось я перестал ждать и видимо обновление было раньше чем 76 вот они передвигаются тусуются пусуются передвигаются такое впечатление что у лидера этим занимается оператор и действует он как обычно в редакторе сделал перестановку и сохранится обеимое а все те кто смотрит это воспринимают все за правду все книги передвигаются это по вопросу мгновенное обновление статистики как пытается наушить клиентам издательство ридера мгновенно было в ними статистики нет минимум каждый час час она не обновляется час проходит она может обновиться а вот все это мы где же здесь режим этот реального времени теперь по вопросу будете статистика продаж честный правде в отображаться опера я заверяю что нет на скриншоте ниже я составил статистику на каких страницах рейтинга продаж и популярности моих книги находились с 5 по 31 мая 2000 года включительно но здесь он голубым цветом носит отображены колонки начала рабочей недели то есть все понедельники значок прочерка отмечают что эти книги находились далее чем на 200 или 250 50 страницы здесь не все мои книги но из первых шести книг хватит чтобы понять суть происходящего они почти всегда за редким исключением ходили по по странице вот пожалуйста значит здесь вот с 5 мая начинается 5 по дну значит это находилась на 23 здесь на 16 и 6 7 мая на 38 а здесь ждет утро вечер утром на 38 пронится вечером 33 8 мая на 89 89 и так далее но здесь вот только то у меня за сотни переходила да вот несколько раз 10 мая видим после 9 было тяжеловато вот они их засунули сюда ну и вот здесь немножечко да да ну вот остальным то же самое это вот эти вот книги они конечно за тысячу переводят поначалу пробовал их там искать но потом уже надоело и решил вот эти только первые шесть книг значит статистику проверять но и иногда и там конечно тоже смотри так дальше значит что у нас но здесь да вот это вот сокращенные варианты здесь вот это расшифровка эти вот не влезет название полностью эти книги пошли дальше ну вот за 14 14 по 22 мая то же самое все как видите подавляющее большинство до находится на меньше чем на сотой странице тот на 70 7 8 8 5 течение вот на третье на третьей странице было да то точно точно помню было такое здесь на 47 45 и тогда любите ну редко туда выходили за топ 100 как говорится дальше здесь 23 мая по 31 мая тоже самое ведь все входили в топ 100 почти дэм все все входили в топ 100 страниц вы посчитайте которые в основном мои первые шесть книг весь май 18 тысячи от 2018 года постоянно находились в рейтинге топ 100 страниц если учесть что на 30 мая в магазине было всего 1410 страниц по 24 книги на каждой странице то это очень даже отличный результат и можно сделать вывод что эти мои книги популярны и востребованы более покупаемые чем книги на более дальних позициях этого рейтинга ну да если взять допустим на 900 странице там 950 странице то ли они в топ это уже конкретные все скриншоты по каждому все у меня имеются вот только присылаемая мне издательством ребера статистика продаж на их не говорил об обратном из этой статистики было видно что все мои книги очень редко продавались во всех интернет-магазинах и в магазине самого издательства ридера скриншоты выше показывают статистику рейтинга на их не в магазине самого издательства ридера эти книги по сей день на те же позиции я спрашивал поддержки ридера что означает этот их рейтинг мне ответили что это рейтинг продаж и просмотров книг но не может же быть что только шесть моих книг находящихся первой сотни из 1410 страниц на которых они постоянно заполняли свои места были только одни просмотре совсем не было продаж моих не может же быть что продажи делали все остальные книги которые находились рядом с моими а у моих были только одни и просмотры но это же смешно конечно вот это получается что по статистике одно а не имеют статистики но в рейтинг их он они все присутствовали личном кабинете автора и издательства ридера есть такая информация по посещению страниц и просмотра моментов нет я сделал выписку из этих данных вот что получилось здесь посетили страницу 14 раза за 1 месяц здесь читали фрагменты ну и все воска 83 посетили 51 читали и никто из них ничего не брал там не покупал вот только всего этого нельзя узнать то есть вы купил после посещения страницы и просмотра бесплатных фрагментов мои книги вот эти цифры ридера не скрывает так как они напрямую не дают информации по количеству покупок а вот информацию по истинному количеству покупок они тщательно берегу вскрывают и храняет никуда не выложит никогда пока их если действительно на законной основе никто кто-нибудь не спросит невыгодно им предоставлять автором такие сведения прячут прячут все прячут все это сделано специально и умышленно чтобы автор не имел представления количествах истинных количествах продаж его книг чтобы ридера была всегда возможна подтасовать и отправлять авторам ложную и неправдивую сумбрикованную статистику продаж его книг вот как боится издательство ридера предоставлять правдивую статистику продаж вот на название интересная сейчас будет информация есть такой сайт под названием amazon бестейлеры здесь значит это все скопировано наши самые популярные продукты основанные на сбываниях ну то есть продажа обновляется ежечасно и лучшие продавцы в медицине от россии здесь находится топ 100 лучших продавцов медицине в россии открыть это можно по этой ссылке на данный момент три моих книги входит топ 100 это живая мертвая вода от всех болезней сборник народных рецептов по очищению организма и сборник народных рецептов лечения различных заболеваний 5 в 1 причем книга живая и мертвая вода от всех болезней занимавшая в мае месяце 109 место в рейтинге продаж переместилась в июне месяце на лидирующие позиции занимала третье и даже второе место но давайте посмотрим сейчас что тут у нас тут выражаем я покрою сейчас откроется, вот пожалуйста, сайт открылся, значит здесь на иностранном, сейчас мы его переведем, перевести на русский, смотрите что пишет, лучшие продавцы в медицине в России, ну это ж жанр медицины, платный, платный, я сказал, что здесь мои три книги, три книги, будем их искать, где они сейчас, на данный момент находится, это здесь не страница, это каждая книга занимает позицию, жанр медицины, и вот каждый, это первое место, где второе и так далее, так, иначе ты ищем мои книги, вот она, вот она, вот пожалуйста, 35 место, из мирового, как говорится, рейтинга медицины, живая и мертвая вода, автор Сергей Степочкин, 35 место занимает, по результатам, по статистике, которые они мне присылают, от Амазона, да, там ничего не чувствую, что я там в лидерах нахожусь, топ-100, так, теперь, здесь 50 у нас просмотрели, так, теперь вторую, вторые 50, это начинается с 51, второго, так, опять переводим на русский, что здесь лучший, продавцы в медицине в России, опять платный, и смотрим дальше, так, одна у нас книга есть, вот она, вторая, пожалуйста, моя книга, сборник народных рецептов по очищению организма, 54 место, 54 место она сейчас занимает, так, третью книжечку ищем, мою, третью книгу еще, вот она, третья, пожалуйста, сборник народных рецептов, лечения, различных заболеваний, 5 в 1, 83 место она занимает, а вот сколько всего, там это сотни тысяч книг, а она в жанре медицинной, она не понимает, топ-100 уходит от этих книг, вот так вот, получается, это кто же это обманывает, наверное, она зон обманывает, наверное, всех, и вот эта вот статистика нам предоставила, куча продавцов, так, так, пойдем дальше, так, ну вот, лучшие продавцы медицине, да, а вот, смотрите, живая-мертвая занимала третье место, это какого, 18 июня, было, третье место она занимала, в этом рейтинге, лучших продавцов медицине в России, далее идут лучшие рейтинги моих книг, продаваемых в интернете, интернет-магазине на Азовом, ну вот здесь даты стоят, с 18 по 30, 18, 19, 20, 30, 25, ну вот, по датам там, со 108 она перешла на 109 место, здесь 70 на 71 место, к концу мая месяца, здесь 43 на 44 место, здесь 146 место на 147, ну вот, и вот роман, значит, вот видите, 49024, а здесь 4967, ну это те, которые у меня, значит, места можно определить, ну и как, как, если они, вот эти даже, вот имеются, три первых книги, в рейтинг топ 100 входят, а в статистике вообще ноль продаж, ну или одна может быть, книжка за, за месяц, это совместимо, сопоставимо, или еще что-нибудь, о чем это говорит, то, что воруют, и статистику, то же самое воруют, здесь рейтинг, не страниц, а уже конкретные места, в общем, рейтинг для каждой книги, ну что, все скриншоты, да скриншоты, давайте посмотрим, перед ним, на амазон, сейчас посмотрим, немножко тут, у меня дальше, поэтому вопросы будет, мы дальше там это посмотрим, я все покажу, уже скажу, так, вот только, в этой статистике продаж, которые мне присылают, из-за этого струбера, не видно, что в мировом рейтинге продаж, некоторые мои книги, занимают лидирующие позиции, они мне присылают статистику, что мои книги, продаются крайне редко, по одной-две книги в месяц, а то еще реже, вот, вот смотрите скриншоты, вот пять в одном, вот она, вот, где тут амазон у нас, так, вот амазон, ноль, за июль месяц, ноль, так, вот амазон, за нами месяц, с ноль, а книга была, в топе 100, вот, и так далее, ну, там в апреле, даже, смотреть не будем, апрель тоже ноль, везде ноли стоят, это че, как называется, мошенничество, или как еще, называть, так, скриншот, сделан 22 августа, 18 года, отображает статистику, с марта, по, с марта, 2018 года, хорошо видны нули, ни в мае, когда я проводил, мониторинг статистики, ни в июне, по этой ложной статистике, ридера, эта моя книга, нигде не придавалась, вообще, на скриншоте ниже, статистика, сборника народных, пресетка, по очищению организма, который тоже, в топ-100 входит, в топ-100, так, вот, смотрите, где у нас, этот амазон, амазон, за июнь, ноль, так, дальше, где еще, амазон у нас, амазон за май, ноль, так, и амазон за апрель, тоже, везде, вообще, все, раньше, все были, 7 продаж, здорово, да, вот она, статистика, какая, ворует, это, сколько же, они, у меня, книг, своровали, там, статистику, эту, свою, на скринсоте ниже, статистика продаж, живая и мертвая вода, от всех болезней, так, ну, вот здесь, давайте посмотрим, что они там, какую, так, амазон, ищем, где, так, амазон, так, вот, одна, одну, в июне, прислали, и одну, в мае, прислали, по 15 рублей, да, вот они, вот, до канада втором месте выходил, даже на втором, я дальше покажу, на третьем месте было, на втором месте было, и по одной книжечке, всего для успокоения автора, да, остальные книжки, мы заберем себе, вечер, дара расщедрилась, несло статистику продажи, этой книги, над амазоном, на июне, по одной книге, это, наверное, потому, что рояльт, из него, всего 15 рублей, чтобы, слишком жирно, автору не было, наверное, стало стыдно, ставить очередные ноли, когда книга занимала, в мае, 108, 109 место, а в июне, 2, 3 место, в общем рейдинге продаж, продаж, а не просмотр, только вот, признал бы, амазон, лидером продаж, книгу, с такой статистикой, продаж, ридер отправляет, оттуда, как это называется, ну, как называется, как это можно, назвать, это ли не доказательство, что в издательстве, ридера, очень жестко, мошенничество, статистика, продаж, книга, и все убеждения, что они выбрали преступный путь, увлечение своего дохода, хотя бы из материала, мы, собственно, расследованные, которые проверялись, у них раньше, по моим взаимодействиям, у них не действуют, не действуют, ну, кто бы понял, как-то уже кто-то следит, там, материалы, собственно, расследования, там, проводят, что-то бы делали, хоть что-то сували туда, как говорится, нет, ничего бесполезно, как мошенничают, так и продолжают мошенничать, какие еще нужны доказательства их преступной деятельности, а? А, никто ничего не смотрит, нет, все эти дела, нет, ничего не нашли, не находят, другого названия, этому маму, как мошенничество, со статистикой продаж, здесь трудно даже придумать, только исправить, удалить, и скрыть это на сайте, в моей книге на Амазоне, не удастся им, если они там у себя все переделывали, то здесь нет, и виновники этого мошенничества, должны быть найдены, а если учесть, что со всеми авторами, они поступают аналогично, то это дело приобретает уголовный характер, в особо крупных размерах, Вредера, наверное, не знают, что на Амазоне, есть такая возможность, оследить рейтинги, продаж книг автора, это можно сделать, на сайте любой книги на Амазоне, смотрите скриншот ниже, вот оно, вот видите, моя книга продавалась, видите, вот здесь вот стоит, номер 2, решеточка 2, здесь другой сайт, другой этот, и вот так далее, и тому подобное, так, сейчас я покажу, дальше, в самом низу, три последние строки, показаны, на 17 июня, 2018 года, моя книга, «Живая мертвая вода», всех болей, находилась на втором месте, вот оно, видите, в жанре медицины, на 5195 месте, вот здесь вот, вот вторая, да, в жанре медицинская литература, и на 11140, вон месте, в жанре, научная фантастика, вот, ну, теперь посмотрим, режим онлайн, как говорится, так, вот он, режим у нас онлайн, вот эта книга, на Амазоне, да, где это все у нас прописано, теперь, на настоящий момент, вот, мы говорили, что он, на 35 месте, вот, пожалуйста, стоит, 35 место, зановая медицина, 6399, так, медицинская литература, и так далее, так, вот это, можно каждый раз контролировать статистику продаж, здесь только продажи, Амазон не занимается просмотрами, здесь, ерунду и они не занимаются, так, теперь давайте посмотрим, что там еще, ну, тут нам придется, наверное, как-то, давайте посмотрим, другую книгу, сейчас, так, у нас там очищение, еще есть книга, и, 5 в 1, да, сейчас опять, намазон, посмотрим, попробуем выйти, так, это была, называемая, твой вода, так, теперь, 5 в 1, так, не статистику нам надо, а вот, вот, сейчас посмотрим, так, теперь на сайт книги переходим, как найти это все, на сайт книги переходим, так, теперь, дальше, дальше, больше информации, и вот здесь Амазон электронный, статистику продаж, вот, теперь смотрим, здесь статистику продаж, вот, пожалуйста, в жанре медицины, 83 место занимает, значит, медицинская литература, 78,615, и вот здесь, вот, смотрите, сколько книг, 176,735, в, фантастическом, фантастическом, это, сколько, сколько тысяч, а здесь она занимает, 83 позицию, именно по продажам, не по просмотрам, а по продажам, ну, вот так вот, и так далее, ну, и в принципе, книгу тоже, мы не будем ее смотреть, пока, пока мы ее смотреть, не будем, ладно, вот так надо проверять, на Амазонию, статистике продаж, моих книг, присылаем издательство, мордаром, ощущая себя, мировым лидером, продаж, моих книг, ведь книги на Амазонию, продаются по всему миру, и там, такое количество книг, там, сотни тысяч книг, а, здесь статистика идет, что в мои топ-100 входят три книги, и второе место, в мировом рейтинге, из всех миллионов книг, в жанре медицины, и не в просмотрах, а именно в продажах, что-то значит, наверное, вот так, а Амазон, интересует, не интересует то, что несущественно, не составляет никаких других, бесполезных рейтингов, про них как рейтинг продаж, вот, в интервью с основательным и директором по продукту издательского сервиса Ридера, Алексеем Кулаковым, вот, на этом сайте, то есть, поддентом был задан вопрос, достижения, которые мы больше гордились, но я вот здесь сейчас немножко повторюсь, да, и он здесь говорит, что у нас, наконец, появился автор, который заработал больше одного, не обомнили, здесь шла речь, ведь у меня не одна, а три мои книги входят в топ-100 в жанре медицины на Амазоне, а еще сборник народных рецептов лечения рака, различных, локализаций, тоже подбирается в топ-100, пока находится на 140-х позициях этого рейтинга, ну и другие 7 книг тоже сами могли бы приносить доход, может быть, это променяетесь, разговор, желтый, а? Так что, это вполне возможно, только благодаря ворам, мошенникам издательства из Ридера, продавшим мою статистику, я не чувствую себя мировым лидером продаж, доказательством в данном случае, 300 статистики пристанных издательствах Ридера, которые на Амазоне вводят топ-100 лучших продавцов в России. Смотрите выше, про все мужики. А не только издательства, Ридера, мошенник со статистикой продаж, мошенничают еще интернет-магазины. Вижу скриншот страницы моей книги в интернет-магазине на Амзоне. Вот. Узнать так. Товар закончился. Интернет-магазин на Амзоне, как известно, занимается продажей книг по требованию. Это книжные варианты. Здесь написано, что товар закончился. Это значит, что был какой-то тираж этой книги. Только мне об этом тираже ничего не известно. Об этом же говорит и следующий скриншот. Только здесь доказательство того, что печатный тираж был, и от него 2 июля 2018 года наличие осталось только одна книга. И он разошелся. Печатных тиражей в небольшом количестве не бывает, мне кажется. Вот смотрите, пожалуйста, вот оно здесь. В наличии осталась одна книга. Так. Курьер доставит вам ее в приживание. Вот она. на озоне эта книга тоже продавалась. Продавалась. Но там в статистике она пришла. Ну, это то, что, видимо, 15 рублей роялка. Другие мои книги на зоне тоже имеют такую надпись. В статистике продаж этой книги озонно-модальному числятся всего 4 продажи из 20. Интересно, куда ушли средства от продажи. Средства от тиража. Это все 4 книги было издано на школе. Астане книги были даны не на озоне, а там на литресе, там на озоне. Ну, это еще не все. Еще что по сравнению с тем, чем занимается интернет-магазин литрес. Я раньше уже информировал прокурору, что был зарегистрирован на сайте литреса на сдат. И успел загрузить на сайт только 6 своих книг из 11. Вот копия моей страницы. Так, вот они в работе. Так, включительную лицензию и так далее. Так, возвращена на доработку. Вот здесь написано везде, возле каждой. Вот здесь вот мои 6 книг. Так, опять заведает немножко. Ну, ничего, сейчас мы прогоним это все. Так, ну, видите, возвращена на доработку на данный момент, вот на 27 августа. Да и раньше они были сразу как только этого, они все на доработку. Ниже скриншот первых двух моих книг, выглядят на самом деле, да, вот, возвращена на доработку, возвращена на доработку. И так все мои книги возвращены на доработку. Обратите внимание, что все книги, да, возвращены на доработку и не участвуют в продаже. Их нет в продаже. Я поработал там всего 20 дней, за это время успели продаваться только две моих книги, роман Тайгуна ПМЖ и детская фантастическая повесть в затерявшейся космическом пространстве. Остальные были в это время на модерации. За эти 20 дней книги продавались 9 раз. Скиншот статистики продаж в комментии суммы без даты. Это я уже вам показывал. Так за эти 20 дней только эти две мои книги продаваемые в литре с дат принесли мне прибыль больше, чем все 11 книг за несколько месяцев продаж в на самом литресе Амазоне и Озоне. Судя по той статистике, которую ждет Ридера, меня это наводит на мысльство. Статистику продаж моих книг потом мысленно занижает Ридера. Когда литрес самиздат выяснили, что эти книги продаются на самом литресе через издательство Ридера, продажи тут же заморозили и отправили якобы на доработку. В настоящий момент загруженные в литрес готовы к продажам. Не нужно только расторгнуть договор с издательством Ридера и эти книги тут же поступят к продажу. Мне так объяснили уже средства на сдат. Но главное обратите внимание, что статистика продаж пришла на шаблоне к сей. Такой шаблон заполняется только вручную. А там где вручную там все может быть. Ну здесь вот прочитайте графы. В графе даты нет дат продаж и так далее. уже писал и тут вообще без даты не ставят статистику присылаю. Так. они отправляют квартальные отчеты. Там нет конкретных дат продаж. Нашли выход из положения чтобы не проставлять даты продаж. Но даже здесь можно найти еще один обман. Количество скачиваний в первой книге 7 и второй 2. Только как можно скачать книгу не просмотреть ее. Количество просмотров везде по малям. Количество просмотров 0. Роялки. А за просмотр так не платит никто. Вот видите как получается. Фонарь все захотели написали. Лишь бы побольше там даты не писать. а тут все все что можно сюда разбавить. И это еще не все. Как я показывал выше на ветре сразу назад загружено 6 моих книг в логине и все они возвращены на заработку не участвуют продаж. или это только для меня не участвуют. А на самом деле продаются они там во все. На сайте в жанре медицины о популярных электронных книгах я постоянно вижу свои книги. Мало того что продаются они от ветрес. Издатель всех моих книг является сам ветрес. И цены здесь выше чем от издательства Ридера. Так ну давайте посмотрим что это у фама а ну да это это да так это вот так это мои так сейчас мы попробуем так вот мои книги которые издают издательство литрес все мои электронные вот смотрите так сборник так сборник да вот смотрите издатель литрес и cbm совершенно другой который у меня издательство лидера совершенно другой так и так а не все вот эти вот и все другие книги то же самое вот смотрите сейчас это нажимаем ветер издатель литрес и cbm номеру такой тоже отличный издательство лидера ну и так они так они все все вот эти книги они там и есть так теперь посмотрим как они в рейтинге в рейтинге бывают они есть в рейтинге или не бывают книги ну здесь вот жанры по жанрам можно посмотреть интересно получается вот сейчас я в медицине в жанре посмотрю мои книги тут периодически бывает а только вот статистики редко очень редко да вот это я уже вот это вот сейчас штуку который вам покажу я уже через день до каждый день вижу смотрю что моя книга там есть а хоть одна до книга там обязательно есть вот только статистики опять нули 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 да так где мы тут у нас сейчас мы о вот она вот он мой сборник народных рецептов Сергей Степочкин ну и как мы сейчас я еще также сделаем опять посмотрим что здесь все издатель ритрес только я с издателем ритрес не заключал никаких договоров издательств вот такие получаются пироги так ну вот у меня да я сейчас показывал на чем да вот это все здесь на скриншоте у меня ниже скриншот книги где видно кто является издателем даже книги присвоен свой если бы он отличный от номера издательства я никогда не заключал договор с самим издательством ритрес только с литрес сам издатам но там все мои книги находятся на доработке и никак не могут продаваться пока не будет расслаблен договор с издательством ритрес так а вот здесь получается что они в жанре медицины продаются а в статистике их нет на самом же деле мои книги здесь продаются в рейтинге популярных электронных книг можно видеть почти ежедневно интересно кому уходит прибыль от продаж моих книг мне она не поступает это надо проверить все на битрес ну и соответственно может быть еще и издательства ридера со статистикой там делают недозволенные вещи мне хотелось бы выяснить что это такое думаю что прокурор Просинского района города Москвы проведет соответствующую проверку по этому карту и проинформирует у меня согласно пункта 4.15 приказа 45 на которой все прокуратуры постоянно ссылаются давая ответы заявитель на делу только одной общей прады не нужны полностью все данные того когда как проводил проверку какие результаты проверки что выявлено что не выявлено вот пожалуйста издатель депресс ну и так скажем мои книги на этом сайте все они продаются у всех у них издатель депресс и все они со своим ЛЦБН от депресса скришоты доказательства этого пока же книги у меня имеется это уже называется плагиатом но только вот что интересно по этому поводу скажет прокурор и проверяющий литрес лицо может быть опять не найдут ничего криминального здесь даже если они попытаются все все исправить и переделать что-то скришоты будут доказательством этой преступной деятельности и всего этого удивляет только одно как проверяющие эту преступную деятельность лица не могут в этой деятельности найти состава преступления если предположить что перед проверкой организованной самими же прокурорами по фактам моего расследования прокуроры предупредили эти организации что их преступная деятельность раскрыта каким-то автором Сергеем Степочкиным с предоставлением конкретных фактов мошенничества и знакомили мошенников с этими фактами а те перед проверкой устранились эти недостатки то можно сказать что проверяющие лица не найдут здесь состава преступления и сделают правильное заключение об отказе возбуждения уголовного дела то здесь выходит что прокуроры помогли преступникам замести все следы своих преступлений и надо полагать что не за бесплатно а это уже коррупция называется другой вариант событий если же сами проверяющие лица пошли на поладу мошенников предупредили их обо всем что им меняется вину предоставили им возможность переделать все и тем самым вскрыть все следы преступления то выходит что прокуроры здесь не задействованы в коррупции коррупционеры являются сами проверяющими лицами это не будет же а не за просто так предоставлять преступникам возможность избежать условное уголовное наказание конечно же за деньги за какие то наверное уголовное наказание это серьезно но может так также быть и третий вариант когда и прокуроры и проверяющие лица за вознаграждение избавили мошенников от заслуженного наказания такой вариант задействован в этом деле предстоит еще выяснить других вариантов нет и до сих пор в этих проверяемых организациях мошенничество процветает только в другой форме и никак они не желают отказаться от той кормушки которую себе организовали для своей же выгоды и цели их личной наживы а проверяющие лица и прокуроры ничего криминального не находят в их деятельности интересно интересно о том что и кто из следственных органов здесь не исполняет свои обязанности подобающим образом встал на преступный путь сомневаться не приходится хочу напомнить о той присяге которую они давали перед тем как приступить к выполнению своих служебных обязанностей ниже скриншот этой присяге и прокурор уже вот можно почитать так останавливаться не будем пойдем дальше а дальше присяга сотрудника органов внутренних видео но тоже не будем останавливаться какие красивые правильные слова здесь написано комментировать их не буду посмотрите сами о чем они там говорится только хочу повторить заключительное предложение с присягой прокурора которые должны относиться ко всем правоохранительным органам осознаю что нарушение присяга несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах ведь кто-то снабжал преступников служебной информацией по этому делу дал возможность им устранять их и прятать следы своих преступлений а потом как все было исправлено давали мне ответ что ничего преступного в деятельности правоохранительных организаций найдено не было преступники в этих случаях ушли в заслуженного имя наказания так ли должны поступать правоохранительные органы в выполнении своих служебных обязанностях и выполняет торжественную присягу данной в самом начале своего пути я понимаю что репутация таких всемирно известных организаций как издательство лидера интернет-магазин электрец и озон значительно упадет в случае возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со статистикой продаж и вороства опникаторов с целью их продажи своих корыстных целей но кто как они они сами виноваты в том что заранее продумали в договорах с авторами условия выгодные только для себя и дающие им возможности совершению преступных действий в растутник из рейтингов продаж и мошенничества со статистикой продаж договор полностью не соответствует также придумали себе для себя обязанность выплачивать налоги за авторов ну от себя тена какая-то от себя это не на этом на этом не все шли сознательно всю свою преступную деятельность они придумали до мелочей в законе беззакония в договорах с авторами и отступать от этого не собираются даже тогда когда им ими замели следственные органы переделывают делают вид что там все изменяли а на самом деле все то же самое только завывалированное и по другому в другой форме представлено и ведь ничего не стоит вместо тех многочисленных никому не нужных рейтингов поставить счетчик и продаж на каждую книгу и все вопросы тут же бы отпали только не желают они этого делать им это не выгодно так как не будет возможности оборовать авторов значит все это сделано умышленно группой лиц и по предварительному сговору ведь это как еще надо было постараться составить такой договор который даже от авторов имеет многочисленные претензии не говоря уже в юридической стороне вопроса эти претензии авторы пишут независимых от издательства и для отзывов они до этих отзывов и дела нет в договоре пишут одно на деле уходит другое пишут что администрация сайта обязуется выплачивать все суммы причитая все и так далее любыми способами прячут достоверную статистику от всех отвлекая от нее уведомлениями никому не нужными рейтингами никаких ручных составленных статистик здесь быть не должно продажи должны отражаться автоматически после каждой покупки книги и у них и у них и не у них а в личном кабинете автора возле каждой книги и по каждому интернет-магазин кому нужна статистика продаж пусть ее собирают с каждой книги в кабинете авторов хоть один раз в месяц хоть один раз в квартал здесь все факты только по издательству уридеры интернет-магазин депресс-газон других подобных организациях таких как вот эти вот литио там издат книг и так далее вот четыре организации нашел подобные писал и узнавал условия вот этих стрек предоставления статистики по проданным книгам увеличен до одного раза в квартал еще хуже чем уридера думаю что здесь еще больше возможностей совершать подобные преступные действия в отношении к авторам развелось их в последнее время много все хотят наживаться на авторах только все не нарушая действующие законы в частности федеральный закон об информации информационных технологиях для защиты информации где статья 3 принципы правового регулирования отношений своей информации информационных технологий защиты информации так так что там у нас пишется сейчас о на следующих принципах достоверность информации и своевременность ее предоставления никакой здесь достоверности информация недостоверна и не своевременно предоставляется ну вот источник здесь источник откуда это все было взято авторам разве может быть достоверная информация продаж книг автор если есть сведения и практически доказано что книги автор воруются интернет-магазинами а статистика которую издательство ридера отправляется автором урезается до невозможных пределов самим издательством по своему усмотрению разве может быть статистика направляемой автором издательства мордера считаться своевременной и предоставленной если она отправляется один раз в месяц так что здесь налицо нарушение федерального закона примеров в том интернете по этому поводу очень много только правоохранительные органы на них не реагируют так как от их авторов заявление прокуратура не поступает думаю что авторы следующих двух отзывов на меня не обидятся если включу их недавние отзывы в свои заявления в качестве доказательств что я тут не один как говорится за это ну вот здесь можно будет прочитать и здесь важным для свойственных органов момента является тот факт что в процессе контрольных закупок родственников и друзей автора этого отзыва выясняется что статистика продаж предоставленная на сайте издательства кардинально отличается от фактической ну видишь сколько уже и там впереди еще как говорится я вам сколько уже этих отзывов и никому дело нет все нормально никто не не смотрит на это и все равно а отзыв расположен вот на этом сайте пожалуйста смотрите так и еще один озор обманывает вереведора авторов произведений вот пишет маргарита василиевна акулич на мой взгляд да обманывает и так далее третий предмет местное нарушение заключенное с авторами договора что предоставляем авторам произведений статистика не является корректным пожалуйста 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 никому делать это некому бедных авторов защитить этот скрешок сделал с этого сайта поэтому очень интересная информация до следственных органов на этом сайте так не слишком или часто в отзывах попадаются подобные обвинения не кажется ли что в процессе воровства книг и мошенничество со статистикой продаж здесь уже давно поставлен на поток а главное что никто и ничего там не собирается менять и проводить приводить в соответствие с законами долго еще правоохранительные органы будут идти на поводу воров и мошенников набрать их информацию которая может навредить их преступной деятельности чтобы они устранили все факты и улики своих преступлений долго еще у нас будут такие правоохранители которые которые готовы предать народ которые клялись защищать и оберегать от всего всякого бесправия я далек от мысли что безбесхладно участники расследования прекратили возбуждение практически готовых уголовных дел по материалам моего собственно расследования ведь оставалось только подтвердить мои предположения и не давать возможности все исправить и уничтожить все эти факты и улики но долго еще у нас будут такие законы которые дают возможность преступникам творить свои преступные дела и оставаться при этом безнаказанными уважаемая Госдума Российской Федерации примите наконец честный и справедливый закон который бы регламентировал деятельность таких издательств в интернет-магазинах которые в погоне за наживой идут на любые обманы и мошеннические впечатления в отношении к авторам положите конец этому беззаконию думаю что правоохранительные органы сделают правильные выводы проведут расследование по новейшим материалам и собственным расследованиям в части их касающихся и примут соответственные меры вот здесь обновлял нарушителям ну вот пожалуй все материалы моего собственного расследования останавливаться на этом я не буду я каждый день как говорится это дела проверяю ну как поведут себя правоохранительные органы чтобы защитить автора 200 тысяч человек только в одном Рибера и 100 человек мошенников которые занимаются ну может не все там конечно мошенники там те кто допустим там на платной основе они не занимаются наверно там просто статисты вот эти которые шьют статистику вот продаж вот эти вот конечно ну и само руководство потому что они они составляли этот договор соглашение с авторами по их инициативе составлены такие договоры вот в основном все ну и правоохранительные органы я прошу конечно отместись по-серьезному к предстоящей проверке потому что вот эти факты которые сейчас в конце со мной третьей части вложил но ну как их сейчас уместожить когда все особенно по амазону они же не будут менять вот эту страницу амазоновского где продается где мои три книги входят в топ-100 не же конечно но эти факты просто они должны быть учтены составлены на соответствующие документы и прокуроры должны принять соответствующее решение по этим всем фактам и векам ну на этом я заканчиваю спасибо за внимание всем те кто будет просматривать отзывы права пожалуйста отправляйте в комментариях к этому видео